Привет, это внеочередной выпуск. Сегодня он не о новостях недели. Я сразу извинюсь за это. Он сделан на коленке, буквально с колес, ну просто потому, что мы не успели подготовиться. Мы все не могли предположить, что все пойдет вот так. В эти дни словосочетание «покинул страну» пополняется самыми неожиданными именами. Священник Андрей Ткачев на проповеди рассказал, например, что Алла Пугачева уехала, покинула Россию. И лично он, священник, этому рад. Но в ответ Пугачева назвала Ткачева богохульником и сообщила, что выезд на лечение – это не эмиграция. Вернусь, разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник. Этот выпуск о тех, кто, наслушавшись и начитавшись новостей, просто не выдержал и уехал. Некоторые буквально вот в чем были. Мир, который еще вчера был открытым и простым, сегодня стал опасным и непонятным. Особенно для нас, людей, у которых нет других паспортов, кроме российского. И нет других карточек, кроме карточек российских банков, которые уже, вот на сегодняшний момент, нигде не работают. Десятки тысяч людей, которые многие годы говорили «я политикой не интересуюсь», оказались в заложниках у этой самой политики. Лично я собираюсь в Россию вернуться в ближайшее время и продолжить делать то, что еще возможно делать. А пока выпуск о людях, покинувших в эти дни Россию, может быть, на несколько недель. А может быть, и это было бы, на мой взгляд, огромным несчастьем. Навсегда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карточки – проблема, жилье – проблема, деньги вообще... То есть потом доллары ограничили на снятие. Хочется просто сесть спокойно, там, сделать свои дела, я не знаю. Ну, там, спокойно поработать, например, какие-то решить бытовые вопросы. И потом там спокойно приехать домой к родителям. Вот тут мы живем. Довольно сложно снять жилье. Но мне очень нравится. Мне кажется, довольно милая квартира. Я в любом случае поеду домой через какое-то время. Ну, просто вот, к сожалению, вот эти вот вещи, которые сейчас происходят, они как бы накладывают определенный... Ну, негативный отпечаток. То есть изначально планировалось то, что это будет такая веселая, приятная поездка. Ну, не знаю, попьем вино, поедим хинкали. А сейчас получается то, что есть определенные сложности. Я не бегу никуда, а просто хочу посмотреть вообще, а как сейчас, в принципе, где это бывает. Потому что я очень переживаю насчет того, что... А вдруг так получится, что больше не получится съездить никуда. Ну, пишут про то, что там обыскивают. Плудни, прям во вторник, вдруг пишут. Просто всего, ну, то есть даже швы на трусах, то есть, где-то прощупали там все же все. Ты останавливаешь такси, смотришь, что ты молодой и... Переписки проверяли. Вчера друг рассказывал, что он ехал там маршрутки. Было три русских, три грузина. И какие-то русские айтишники очень громко обсуждали, что сейчас они уедут из Билиси. И вообще ужасный город. И типа они идут на время. Сейчас там будет будет бизнес в нормальной стране. Ну вот, и мы решили, что мы сейчас напишем правила для русских. Ну, не правила, выходя в просьбу, во все чаты при локации кинем, что, ребята, если вы уже сюда приехали, то будьте добры, пожалуйста, свои пренебрежительные отношения, выражайте как бы у себя дома в квартире. В интернет-пространстве, ну, атмосфера, мягко говоря, очень наподобная. И самое главное, я понял, что не надо читать комментарии, не надо писать их. Это чтобы сохранить себе свое какое-то психическое состояние. Когда ты выгоняешь отсюда русских туристов и русских гостей, ты не думаешь, что к тебе будут ломиться испанцы и французы, потому что ты не даешь им здесь, соответственно, сервис, да, большинство ресторанов или там таксистов или кого-то еще. Я отказал вчера везти русских людей. Тебе по какой щеке похлопаешь? Ты молодец. Это единственный случай, но это единственный случай, они скриншоты этой информации делают, выкидывают в общую сеть, и вот эти грузинские ребята начинают форсить. У меня в среде моей, да, бабу, как называют, самая либеральная тусовка грузинская, которая была, она написала самые ксенофобские посты вообще в принципе. Они занимаются таким ватничеством сейчас, что я вообще в шоке от них, правда. Вы когда-нибудь мечтали, чтобы ваш отпуск был бесконечным? Вот он меня таким и стал, потому что я сюда приехал в отпуск три недели назад в Грузию, и, соответственно, за три дня до его окончания начались некоторые проблемы в жизни планеты и моей страны, и соседней страны, назовем так, спецоперацию военную, и я остался в вечном отпуске здесь, в Грузии, потому что мне в каком-то смысле повезло, потому что вот в эти же дни люди ломанулись сюда, а я уже находился здесь. Мне не нужно было придумывать ничего с билетами, мне не нужно было лежать на диване и переживать, что я теряю родину. То есть если бы я был в Москве в эти дни, я, наверное, просто впал бы в дичайшую депрессию, ну там старался бы не читать интернет, а тут я оказался, во-первых, в Грузии, в солнечном месте с друзьями, и они мне помогли, так как мы все время находились вместе, пережить, соответственно, вот эту дикую ситуацию, и думал, что, может быть, на следующий день возьму билет, а на следующий день я понял, что не имеет смысла брать билет, потому что для меня вот три дня доходило, что происходит, и происходит то, что оказалось, моя страна выбрала путь, с которого она в ближайшее время не сойдет. А с точки зрения экономики, этот выбор России и всего мира, чтобы двигаться в сторону Северной Кореи. И, в общем, у меня все стало понятно, и на третий день я там пошел, снял все деньги, которые у меня были на карточках, вывел их, потому что тогда уже тоже стало понятно, что ничего хорошего ждать не стоит. А они напуганы? Некоторые плачут, но я захожу, когда в заведение, я смотрю, просто девушка что-то смотрит в ноутбук, и не выдерживает, ломается и плачет. Все потерянные, синяки под глазами. У кого-то там осталась мама, у кого-то там осталась собака, там просто жизнь своя. Я говорю, все, забудьте, начинайте жизнь заново, это нормально. Пейте вкусно, ешьте, как бы, и живите полной грудью, как бы. Поменяйся режим, вернемся, там, и так далее. Расскажи, пожалуйста, вот как ты уезжала из страны? Потому что говорят, что сейчас происходят какие-то массовые допросы на границе, очень многих людей удергивают, отдельно допрашивают. Как в твоем случае происходил выезд? Слушай, если честно, я уезжала прямо в панике. Это было совершенно необдуманное мероприятие. То есть мне действительно за ночь стало настолько плохо и настолько страшно, когда стало понятно, что сейчас выйдет этот закон о фейках, о военных действиях. И мне было настолько непонятно, как это будет применяться. И, если честно, я просто вот за ночь в ужасе была. То есть у меня действительно было неадекватное состояние. Я поняла, что мне срочно надо куда-то ехать. Мои друзья, видимое состояние, то есть я даже не могла точно сказать, что мне надо ехать. Мне просто стало очень плохо и страшно. И мои друзья купили мне билет и сказали просто, давай ты поедешь. Если все в порядке, не проблема, вернешься через два дня. То есть лучше не введи тебя в таком состоянии. То есть у меня никакого плана не было. Это был просто последний билет, на который можно было купить билет в тот день. И вот, по-моему, четвертого или пятого я улетела. То есть ты не готовилась к отъезду? Ты не думала, что тебе пришло? Нет, абсолютно. То есть я открыла потом чемодан, который я собрала. И я поняла, что у меня в чемодане почему-то восемь купальников и никакой нормальной одежды. Я вообще не понимаю, как это все происходило. То есть это, честно, был, наверное, нервный срыв. Наверное, он у меня просто проявился так. И я очень долго, даже находясь здесь, не могла прийти в себя. И мне кажется, только вот вчера или позавчера я как-то вдруг поняла, что декорации вокруг изменились, что я нахожусь в другой стране, я как-то до этого принесла всю тревогу и все переживания вместе с собой. За последние недели вы много слышали о том, как меняется рынок в России. Часть компаний закрывается, их сотрудники неизбежно остаются без работы. А IT-компании оказываются на передовой и получают много преимуществ. Гранты, льготные кредиты на проекты. Быть IT-шником сейчас выгоднее всего. Сейчас, как никогда, нужны разработчики. Потребность в новых сервисах сейчас очень большая. Но чтобы писать код, нужно сначала изучить язык программирования, а это не так уж и быстро. Начать лучше с одного из самых простых языков программирования – Python. Его легко учить, он очень распространенный и может быть задействован где угодно. От работы с базами данных до создания сайтов, приложений, игр и систем рекомендаций. Средняя зарплата Python-разработчик – 130 тысяч рублей. Но зачем на этом останавливаться? Конкурентно способный разработчик не останавливается на одном языке. В онлайн-школе SkillFactory есть хороший и очень полезный курс – «Фуллстэк-разработчик на Python». На нем вы не только изучите Python, но еще освоите JavaScript и станете фуллстэк-разработчиком. Это так называемый мастер на все руки в мире разработки. Обучение максимально гибкое, учебу можно совмещать с работой и подстроить под свое свободное время. А менторы курса будут вас поддерживать и мотивировать буквально на каждом шагу и не дадут сойти с дистанции. За время учебы вы получите портфолио, которое не стыдно будет показать работодателю. А трудоустроиться поможет карьерный центр SkillFactory. Судя по отзывам, выпускники действительно довольны обучением. И я тоже рекомендую этот курс. А по промокоду Собчак вы сможете пройти курс со скидкой в 45%. Не мучайте себя туманными перспективами. Освоите новую профессию и двигайтесь к хорошим заработкам. Ссылка в описании. В целом я привезла свои два чемодана вещей. Все так сейчас упаковано каким-то вот таким вот образом. У меня остались вещи в Москве. Я, честно говоря, надеюсь их увидеть еще. То есть мне кажется, что очень многие люди привозили там самые дорогие вещи, потому что финансовая ситуация непонятная, что если что, типа можно продать. 24 числа у нас изменилась жизнь, скажем так. Ну да, где-то через три дня, вот 27 число было, я подумала, что у меня сейчас такой период, когда я уволилась со своей работы. И говорили о том, что могут там закрыть границы. Я хотела куда-то поехать отдохнуть, потому что у меня нет детей, нет каких-то обременений в виде ипотеки или еще чего-то. Да, у меня есть там съемная квартира с вещами, с мебелью. У меня есть собака, но это вопросы вообще, которые легко на самом деле закрыть. Могу сказать, что я летел с ребятами из Яндекса. Я летел с ребятами, у которых был какой-то свой небольшой бизнес. То есть в основном летели дизайнеры, программисты, какие-то другие удаленщики. То есть это в целом фрилансеры, которые давно уже сидят. Например, иллюстраторы. Я знаю, много бы поехали. То есть я видел какие-то официальные числа от министерства, по-моему, иностранных дел Грузии, кажется. Они говорят 25 тысяч человек. Ну вот если вы выйдете, пройдетесь по улицам, мне кажется, вы поверите, что числа немного занижены. Конечно, людей много. Людей очень много русских. Я вот правда два дня ходил как в тумане. То есть когда мне нужно было прогуляться, я выходил на улицу. Я не понимал, куда я иду. Через три часа обнаружил себя в каком-то незнакомом районе. Непонятно, как ты туда добрался. Я не могу сказать, что я шел и о чем-то долго размышлял. Просто у меня в голове не укладывался весь этот поток информации и сообщений, которые свалился. Что это вообще возможно? Я три дня переваривал и два дня потом еще немножко приходил в себя. И с тех пор я осознал все. Я бодр, энергичен. В отличие от ребят, которые приезжают только сейчас, потому что для них это потрясение нужно еще осознать. Мне на это, наверное, потребовалось в общей сложности неделя. Мне всегда было страшно остаться невыездным из России. То есть у меня был большой страх. И я когда был там, я думал, скорее бы в свою деревню вернуться. Где мне хорошо? Где менты не отбирают у меня стакан с пивом, когда я стою просто у пары, это пиво пью. Называют общественным местом. Ну просто, чтобы меня унизить своим победением по отношению к этому. Многие мои коллеги говорят о том, что там не рады совсем русским. Людям подсаживаются со стола и говорят, зачем вообще сюда приехали. В Тбилиси не сдают квартиру. Михаила Фишмана вообще не пустили на границы. Сказали, вы нам тут не нужны. Ты на себе это ощутила? Я пока с этим не сталкивалась. И наоборот, если кто-то задает вопрос, то они скорее спрашивают, как вы, как на вас-то сказалось. Очень жаль, что это с вами происходит. Я пока что видела только много сочувствия. Возможно, в целом, если открыть соцсети, да, на тебя падает вот этот поток негативной информации. Но когда лично ты встречаешься с кем-то, еще ни разу не видела, чтобы кто-то как-то агрессивно высказался или сказал что-то неприятное. Я не могу сказать, что есть какое-то особое отношение, честно говоря. По ощущениям, тут просто поменялось немного... То есть люди немного переживают, что слишком много русских, я бы так сказал. Ну, то есть они как бы не против туристов, у них нет никакого негатива, они просто переживают из-за того, что... Ну, вы представьте, если бы в Москву приехал миллион поляков, мы бы тоже так думали, ой, елки-палки, что же происходит? Почему так много поляков в Москве? Я думаю сейчас поехать в Армению, честно говоря, из-за того, что тут очень большие... Вот я, ну как это, смотря в камеру могу сказать, ребята, тут очень дорогое жилье. Не едьте одни. Вот серьезно, это очень большая проблема, потому что я приехал один, девушка осталась, и теперь страдаю из-за того, что не получается снять квартиру. Квартира сейчас нормальная стоит, ну, долларов от 600, это, в общем, чтобы тараканы по полу не бегали, я бы так сказал. Ой, как бы жилье дорогое. Да. То есть там 800 долларов. Впрочем, таксист подсказал, что можно находить местных, ну, которые знают грузинский язык, и через них бронировать жилье, когда цены не будут, ну, завышать. То есть они сразу слышат, что русские, и сразу цену просто выше называют. Говорят, что в объявлениях сейчас очень много ограничений для русских и для белорусов, только не русским, только не белорусам. И я почему-то думала, что это как раз-таки демонстрирует отношение к русским сейчас, что нам не рады, нас не хотят видеть. Но я поговорила с местными, мне не сказали. Так прошел вслух, что у русских просто денег хватит на один на два месяца, а потом снова придется искать арендодателей, как бы. И я подумала, так в этом же действительно больше логики, больше здравого смысла, это больше имеет отношение к людям. Я бы тоже не хотела сдавать, как бы, квартиру кому-то на месяц, а два. Мы в Москве так же делаем. Еще я напомню, в Москве в каждом втором объявлении написано только славянам. Ну, вот теперь славяне, наверное, узнают, как это, когда только не славяны. Мне в каком смысле повезло, потому что у меня друзья, еще знакомые с Омска, они полтора месяца назад успели снять 120-метровую квартиру. И это очень удобно, потому что явно я не последний беженец русский, который у них будет жить в ближайшее время. И такая величина апартаментов, она вполне будет приятна и для них, и для людей, которые здесь заселятся. Все приезжают еще в Тбилиси, а Тбилиси он не резиновый. Он как бы сейчас постепенно так надувается. Еще Кутаиси, Батуми. Квартир становится меньше, и сейчас ты не снимешь 300 баксов квартиру. Мне кажется, через месяц стоимость квартир почти догонят в Москву здесь, потому что количество небольшое, и многие люди ищут квартиру в центре. Чувак, ты в такой ситуации, тебе должно быть покупать эту жизнь, в каком районе Тбилиси. Есть классные окраинные районы, где тоже есть хорошие дома. У тебя же цель была найти себе крышную голову. Тут курс местной валюты довольно сильно привязан к курсу доллара, я бы так сказал. И то, что наша валюта упала, означает то, что мы здесь можем купить сильно меньше. Если кто-то может решить эту проблему, ребята, сделайте курс рубля получше. Ну, ради бога. Ну, просто очень тяжело зарабатывать в рублях сейчас. Реально, денег мало становится. Люди выехали, очень многие, как ты, вот в таких панических настроениях. А дальше карты заблокированы, деньги с собой ты можешь вывести только небольшую сумму. Ну, вот что делать с этим? То есть, вот как бы у тебя есть какие-то накопления за границей? И как вот ты же... Как дышать? Точнее у кого? Мне кажется, моя сильная сторона в том, что и нет больших накоплений, поэтому и терять особо нечего. Ну, да, я как раз сегодня именно в той ситуации, когда ни одна карта не работает. Карты МИР, про которые говорили, они тоже в Турции на самом деле не работают. По крайней мере, мне ни разу не удалось ей расплатиться. Есть какие-то небольшие накопления, что я успела снять наличными еще до того, как планировала отъезд. То есть, я там за неделю что-то сняла. И вот пока что так. То есть, если честно, плана нет никакого. Если кто-то сейчас спрашивает, а как дальше, у меня представление о том, как пройдет мой день, заканчивается вот до сегодняшнего вечера. Вот я сегодня знаю, что должен вылететь самолет. Все, пока что мне непонятно. Все средства, которые ко мне приходили, там от продажи мерча, от концертов, это все на заблокированной карточке банка, который находится под санкциями. Все, что мы имели как музыканты от поддержки нашей аудитории, и Патреон, какая-то поддержка спонсорская наших каналов. Это все теперь тоже недоступно. И то есть, в действительности, все ходы заблокированы. Наличные деньги рано или поздно закончатся. Что делать? Вот как ты видишь свою жизнь условно через 2-3 месяца? Или ты вообще не загадываешь так далеко и никак ее не видишь? У меня, честно, пока нет плана. У меня нет мысли о том, что я уехала на совсем. Вообще, даже идей такой нет. Я хочу посмотреть, как это все будет происходить. Я хочу посмотреть, как будет применяться новый закон. Мне нужно понять, будет ли возможность вообще приезжать и уезжать. И если я увижу, что в целом мне не опасно туда возвращаться, я и приеду, и буду там спокойно разбираться с делами, с вещами, с деньгами. Если такой возможности не будет, я начинаю сейчас смотреть, как открывать счета за границей, как можно что-то куда-то переводить. Благо, у меня есть друзья. Я знаю, что я там с голода не умру, но, да, мне кажется, придется как-то все сначала тогда начинать. Понять, в каких станциях метро, где можно играть, в каких странах. Наверное, вот так. Третье мы сбережение было в валюте. И получается, что это спасло меня от полной девальвации того, что было. Все остальные сбережения были в рублях. Соответственно, я, как и все, объединила сейчас, по-моему, в два раза. Вчера остатки своих денег я перевела в доллары уже по не самому выгодному курсу. И в целом считаю, что в ближайшее время он не восстановится. А вы счет открывали сразу, как прилетели, да, наверное, в гражданске? А сложности были какие-то? Не-не-не было. То есть сразу в Банков Джорджи. Ну вот, открыл и все. Ну, я не знаю, там бумажка какая-то сейчас вроде подписывается и прочее. Ну, вроде как тоже не особо проблем. Это происходило буквально два дня в Банков Джорджи. И, кажется, как я понимаю, только в одном филиале, который в самом центре находится. Это было само правство менеджера. Действительно, всем россиянам давали бумажку, кажется, на из шести пунктов, которая способствует все к тому, что ты должен согласиться с тем, что Путин. И люди для того, чтобы открыть счет, ее подписывали. Я как бы немного, честно говоря, переживаю. Мне кажется, что это выглядит как такое сильное политическое заявление, когда ты подписываешь такие бумаги. И брать на себя ответственность за такие слова не хочется, честно говоря. Банков Джорджи, по-моему, больше сейчас иностранцев. Я видела, что они требуют подписать тебе бумагу, за которую ты сейчас пока что в Российской Федерации можешь сесть на срок до 13 лет. Это реально только в одном отделении было, просто находится в центре Тбилиси. И многие русские, которые здесь оказались, они первым делом шли в этот офис. И поэтому немножко повидали, а дальше эта история разошлась. Но она была пересечена, потому что в целом, когда ты встречаешь грузин, они приятливо, довольно к тебе относятся, что вот узнают, ну у вас там проблемы. Люди, у которых нет проблем, они и не оказались бы здесь. Украина! 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 То, что, честно, началось в последней неделе, вот этот вот уссофобский хай, если так назовем его, мне он дико не нравится. И... А он прям есть. Он настолько мерзкий, то есть он мелкий, понимаете? Вот он мелкий. То есть какие-то тупые люди гордятся тем, что я вчера не сдал квартиру на Airbnb русским людям. Ну и молодец, ты будешь голодным, ближайшие три месяца. Как раз, ну вот то, что я видел, несколько человек не хотело русским сдавать квартиру. Но надо признать, очень важно уточнить, что они не хотят сдавать вообще, в принципе, ни украинцам, ни белорусам. Это все зависит от тараканов в голове конкретного человека. Я слышала о том, что есть какие-то антироссийские настроения, но везде есть плохие, хорошие люди. Ну, мне кажется, даже в России можно найти антироссийские настроения. Я думаю, что главное сейчас найти, да, вот, ну, точки диалога с местными для тех, кто остается здесь, чтобы мы показали, что если уж мы сюда приехали в гости, то мы готовы принимать, как бы, да, здесь традиции и правила. Есть какие-то единичные истории о том, что какого-то русского знакомого, значит, не посадили, таксист отказался везти, потому что тот знакомый русский. Причем таксист был из Яндекс.Такси. Вот, то есть это таксиста не смутило. Но это, правда, единичные какие-то вещи. В основном у людей идет поддержка, у людей идет понимание, что и оно здесь было в Грузии, до того, вот после войны 2008 года, как я понимаю, страна довольно быстро в этом смысле эмоционально оправилась, когда люди стали здесь считать, что, ну да, Путин нехороший человек, мягко говоря, но человек с паспортом Российской Федерации, которому нравится Грузия, который готов сюда приезжать, тратить деньги, и, в общем, ничего плохого не сделает. Наверное, он не такой уж и плохой. Я не говорю, что я кого-то поддерживаю или против кого-то. Я считаю так, что, к сожалению, сейчас непонятно абсолютно ситуация. То есть надо посмотреть, и, к сожалению, только время рассудит и скажет, как правильно. Я верю в то, что есть какой-то дипломатический путь. Как я понимаю, сейчас его пытаются найти. Дипломатический путь. И я надеюсь, что как раз, когда найдется этот дипломатический путь, снимут какие-то хотя бы базовые ограничения, и будет чуть-чуть попроще. Я не буду делать вид, что я неблагоразумный человек. Я не буду говорить то, что потом мне могут предъявить при возвращении домой, потому что домой я вернуться хочу. Мы все не можем говорить то, что мы бы, возможно, хотели сказать, потому что у нас сейчас идет уже свечение относительно свободы слова Российской Федерации. Поэтому давайте мы с вами будем разговаривать о каких-то причинах, про которые я могу говорить, о причинах, про которые я не могу говорить. Мы с вами говорить не будем. Скажи, а какой процент твоих друзей вот в эти дни уехали из России? У меня сейчас практически все. А те, кто еще не уехал, те думают об этом. Практически все мои друзья музыканты, и практически все не могут молчать, когда их что-то тревожит, и у всех соцсети забиты очень конкретными высказываниями. И сейчас всем чувствуют просто себя небезопасно. Мы все были на этих митингах, мы все очень ярко выражали свою позицию, и мы не понимаем, как это сейчас кажется у нас. И очень не хочется быть героем, который не на свободе, и больше вообще ничего сказать не может. Отец и брат, они в Москве, но брат, он такой полностью аплитичен. Отец, он, ну, понятно. Как у многих сейчас, да, как будто не очень понимаешь тот момент, когда человек, который как бы, да, воспитал тебя таким образом, вдруг говорит тебе о том, что черное — это белое, белое — это черное, и ты, конечно же, не очень хорошо понимаешь, как это возможно. Ну, плохо будет, но, будет плохо, но, к сожалению, или к счастью, у нас есть уже примеры того, как это можно решить. Вот я бы так сказал. То есть у нас это в любом случае решится, надо понять то, что людям будет, что кушать в любом случае, так или иначе. Да, наверное, мы будем жить сильно хуже. Это вот, ну, я думаю, что все это понимают, но работаю дата-аналитиком в компании X5. Я не могу никакую внутреннюю кухню говорить, но никаких проблем нет на самом деле. То есть у сотрудников никто не решается, ни работы, ничего. То есть у нас все чередом идет. Насколько мне известно, власти обещали отсрочки для айтишников три года. Поскольку я работаю в информационных технологиях, с этим не должно быть никаких проблем. Чтобы кто не говорил про какую там стабильность, да, мы сейчас не говорим вне контекста политических взглядов. Такого ни разу не происходило в нашей стране за последние 20 лет. И, очевидно, очень многих людей это коснется. Уже закоснулось, безусловно. Поэтому нам придется как бы всем как-то вместе договариваться и перепридумывать то, что больше уже не будет работать. Приятель вернулся в Омск, и там просто офигел от того, что никто ничего не знает. То есть, ну да, значит, Путин ведет операцию, сейчас какие-то будут проблемы с санкцией. Ну как мы пережили санкции, все будет нормально. Вот. И люди в этом убежны просто потому, что они живут в информационном вакууме, который создавался годами. Вот это как бы впечатление великой державы. И что что-то идет не так, они начнут понимать, ну через месяц, через два, когда начнут лишаться работы, а они по телевизору будут говорить, что безработицы в России нет. Когда они не смогут покупать продукты, они будут показывать полные полки в отдельно взятых магазинах. Вот тогда эти люди задумаются о том, что, возможно, нам не только врут про нас, возможно, врут про НАТО, возможно, врут про Украину. Ну вот до этого этот вопрос их не посетит. Сейчас пропаганда работает крепче, но ее будет еще больше за это ненавидеть, когда начнут понимать, что все это время мне лгали. Люди, которые остались и чего-то не понимают, которые радуются тому, что, значит, уходят колы, закрывают Макдональдс. Маргарита Симоньян, которая говорит, ну все, теперь мы, значит, национализируем Икею и будем... Что вы национализируете? У вас будут пустые склады, у вас будут пустые салоны продаж в торговых центрах, они просто не понимают, что происходит. То есть они несут какую-то ахинею. Здравствуйте, это мой YouTube-канал, меня зовут Илья Шипиленко. Это мой друг и коллега, бывший коллега, потому что профессии не осталось, и все коллеги стали бывшими в одночасье. Товарищи по несчастью. Или по счастью. Да, посмотрим, куда это вы видите все на самом деле. Это был первый стрим, то есть мы попрощались с сезоном фейк-ньюс, завершили его. То есть жизнь фейк-ньюс, я надеюсь, какая-то еще будет. И Наталья Синдеева говорила, что дождь, он говорит до свидания, но не говорит прощай, грубо говоря. Все еще будет. Но вот мы решили встретиться с компанией соведущих, то есть я, Леша Керасилев и Маша Борзунова, как это было еще, соответственно, до... И нас зрители встретили, вот как будто бы это... Герои сериала «Друзья» собрались через 20 лет после последнего сезона, хотя времени пошло там три недели или месяц после последнего выпуска. Но, правда, ощущение как будто 20 лет, вот как между этим последней серией «Друзей» и, соответственно, следующей, которая вышла уже на Нетфликсе или на чем она выходила. Привет, это фейк-ньюс. Одна из тех вещей, которые вы ждете больше, чем в Донбассе. Мы скорее поддерживали людям настроение, тем, кто и так все понимает более-менее. Ну, то есть, я не знаю, росла аудитория сильно дождя или нет, но я думаю, там, может быть, на процент, на полтора процента в год, ну, что-нибудь такое. То есть, небольшое постепенное увеличение благодаря тому, что в YouTube вышли и тому подобное. Но, так или иначе, это было освещение какой-то прежней жизни, и так могло продолжаться бесконечно. Если бы... Потому что все поменяло местами. Я два или три месяца назад я вообще рассматривал предложение об уходе из журналистики. То есть, это была работа в одном из продакшенов, который снимает шикарные фильмы для разных компаний о них самих. А теперь у меня нет другого выбора, как заниматься противостоянием этому режиму. То есть, наоборот, понимаете, журналистика в России свободная. Она же, строго говоря, критически относилась к Путину, но она была нейтральной стороной. То есть, она пыталась сверху посмотреть на разные конфликты. Да, она прежде всего занималась проблемами этой власти. Но, так или иначе, ей нужно было расставлять акценты, говорить, а вот есть вторая точка зрения. А второй точки зрения с 22 февраля просто не стало. Да, российское телевидение возможно одна из худших вещей на планете, но которые не убивают, не калечат и не лишают территории, предварительно сгруппировав войска на границе. С утра встаю, втыкаю и весь день не вынимая в смысле глаза из телефона. Потому что какие-то друзья до Еревана им нужно добраться, к каким-то Тбилиси. Кто-то рассказывает, что вспомнил, что он еврей, и, значит, в консульстве... То есть, я русский человек... То есть, я вообще не подумал, что у человека какая-то там есть еврейская кровь, и он никогда про это не говорил. Нет новости. Я понял, что еврей. Понимаете, это удивительная, на самом деле, вещь, потому что многие русские в восточной Украине, которые сейчас сидят в подвалах, в бомбоубежищах, они только благодаря этому почувствовали себя украинцами. Некоторые евреи, которые живут в России и никогда не думали о своем еврействе, благодаря этому почувствовали себя евреями. Ну что, Владимир Путин — это человек, который умеет пробуждать национальные чувства. Маму я тоже постараюсь перевезти, потому что она болеет. И у меня есть нехорошее предчувствие, что дефицит коснется не только продажственных полок, но и лекарств, которые сейчас находятся в России, которые принимают люди в состоянии ремиссии в том числе. Поэтому надо перевозить. Я сейчас этим занимаюсь. Кота тоже, я надеюсь, через два-три месяца перевезут. У меня запасов средств на несколько месяцев точно было. То есть я выгреб из банкомата все, что там... У меня единственное, что не получилось снять, у меня на карточке альфовской на всех считать евро, там, ноль, зарплатный счет ноль, накопительный счет ноль, долларовый счет 13 центов. Я для себя взяла комфортный срок в три месяца допускаю, что, может быть, это может быть больше, 3,6 месяцев. В целом я бы очень хотела вернуться домой, поэтому, наверное, не больше, там, чем на 6 месяцев я планирую. В целом я не планирую, мне кажется, уже больше, чем на сутки по одному сложному решению на день. Страшно и оставаться, да, как бы и уезжать. Страшно всем. Стабильность потеряли все, сложно будет всем. Рост цен, это, как бы, объективно, уход бизнеса. То есть я работаю на рынке рекламы, маркетинга, да, то есть я вижу, как уходят бренды, я понимаю, что сейчас будет происходить с агентствами, я вижу, что происходит с рекламными площадками. Я понимаю, что будет дикая конкуренция за работу, да, то есть будет дикая конкуренция за способы заработка, как бы, да, это все понятно. Моя страна Россия, я русская, я хочу вернуться домой. Вот, просто сейчас экономическая ситуация, да, и политическая ситуация таковы, что я не понимаю, что там будет происходить завтра, и меня это немного пугает. Ну, немного. Видимо, если я так экстренно уехала за неделю, меня это сильно пугает, потому что я не понимаю, к чему это все приведет. Ты веришь, что все наладит? Очень сложно говорить про все наладится. Мне кажется, для меня сейчас наладится, если я пойму, что, по крайней мере, тебя не посадят, когда ты пересечешь границу и вернешься домой. Вот для меня это уже будет неплохой вариант того, что ты можешь что-то опять начать по крупицам строить в России. То, что это скоро наладится, нет, у меня нет таких мыслей. Каждый день я читаю новости и вижу, что происходит. Вот у тебя вообще есть ощущение какой-то такой, не знаю, обрушения жизни, катастрофы? Вот твои чувства по поводу происходящего, они какие? Я очень сильно переживала, я действительно настолько внутрь погрузилась в проблемы, что я не видела вообще никакого выхода. Я сейчас стараюсь мыслить историческим процессом. Я, как свою психологическую литературу, читаю Шульман. Я стараюсь думать тем, что есть определенный исторический процесс, мне выпало в нем жить, и мне в любом случае придется эту жизнь проживать в этом отрезке. Я не могу сейчас сказать, я прекращаю эту игру, я заканчиваю, я из нее выхожу. Так или иначе, какие бы ни были внешние условия, мне придется в них жить. Мне поэтому нужно сейчас собираться, опять думать, чем я могу быть полезна этому миру, как я теперь могу в нем что-то делать. То есть мне все равно придется это сделать. И мне сейчас кажется, что важнее того, чтобы сохранить себя, свое психологическое здоровье, чтобы у тебя были силы что-то делать, когда такая возможность появится, ничего сейчас важнее этого нет. Однажды нам придется вернуться в Москву и все там создавать и восстанавливать. Я хочу, чтобы у меня были сильные ресурсы. Редактор субтитров А.Семкин